День добрых дел Появление Ани на свет все ждали с нетерпением. Обследования показывали, что девочка будет здоровая. Однако случилось иначе. Врачи спустя сутки сказали маме, у вашего ребенка синдром Дауна. Папа сначала в это не поверил. Он думал, что дочку подменили. А мама была настолько растеряна, что все происходящее казалось ей сном. К счастью, в роддоме рассказали о том, что с особенными ребятами в Кирове работает центр «Дорога и добра». Там помогают и принять диагноз, и выстроить новый жизненный маршрут. Мама Ани затем признается, что после разговора со специалистами центра мозги у нее встали на место. Родители постепенно поняли, что Аня – обычный ребенок, которому просто нужно больше времени для развития. Даже бабушка, прочитав несколько книг о детях с синдромом Дауна, сделала вывод. Из всего написанного я поняла, что это ребенок обыкновенный. С полугода Аня начала заниматься адаптивной физкультурой. Это помогло ей лучше освоить различные движения. А потом настало время общих занятий с другими ребятишками. Да, бывает, что Аня ленится и пытается взять педагогов обаянием. Но такие фокусы не проходят. В общем, теперь Аня – счастливая дочка счастливых родителей. Дома у нее полно дел. Она танцует перед зеркалом вместе со старшей сестрой, убирает со стола и возится с посудой. Куклы меж тем уже накормлены и спят. Аня заботится обо всех, кто пришел в гости, приносит бабушке тапочки и поет частушки. Но Аня и другие дети в центре «Дорога и добра» нуждаются в нашей помощи. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.